Революция Сейчас у нас ситуация какая, смотрите, мы подавали, еще месяц назад начали подавать на митинг, чтобы нам разрешили провести митинг, митинг назывался Путин президент России, ну это как флаг, а все остальное мы хотели сделать на нашу, скажем, ту крымскую власть местную, которая ничего не делает, только рассказывали, что мы революцию сделали, все остальное мы герои, А на самом деле за это время, ну скажем так, остались те же люди, которые были, и веры нам в них нет, 4 года им дали срок, они ничего не сделали, давали уведомления на проведение митинга, на проведение пикета, естественно, нам отказывали эти люди Как говорится, живем в стране свободной, так все говорят все время, то есть можем говорить, что хотим, оказывается не можем говорить то, что хотим, где хотим, когда хотим, только здесь, вот в разваленных руинах, но опять же повторюсь, недолго это осталось Как же вы сюда заехали-то? Или вы на вертолетах? Здорово В кино ходите, снимаете? Вот вы говорите, видите, вот довели, что народ собирается свое, вот их воскресенье собирается здесь, чтобы что-то для себя сделать лучше, это нормально? Как вы считаете? У нас такой народ, что терпит до последнего, но только когда уже прорвет, то поверьте мне, будет плохо всем Это нынешняя власть, да, нынешняя власть, она умудрилась своими действиями, деяниями сплотить вокруг себя, против себя, уже такие слыны, слыны, которые раньше, в принципе, не запрещались То есть и богатый, и белый, и средний класс, также различные конфессии, вот что мы сегодня Вот эти глупые шаги и поступки, они вынудили просто общество консолидироваться и консолидироваться именно против вот этой команды попелителей, которая просто убивает сейчас Крым, убивает Все политики ссылаются на что? Это народ, народ вот он стоит, народ устал от этого, и опять же мы наведем порядок народа Мы его навекли в 2014 году В 2014 году, да, лично при мне выходил господин Константинов на полу трясущихся ногах и говорил Ребята, только госсовет не берите, не заходите в госсовет, мы сами все порешаем, но вот они нарешали, молодцы Патриотизм уже тот, который был в 2014 году, он уже сошел на нет Я считаю, что там любить какие-то вот эти вот там заоблачные, непонятные дали, надо научиться любить сначала свой дом, прежде всего, а наш дом это Крым Здесь родились, здесь это строение, построили, говорит, гостиницу, типа, и там, говорите, что мечей Какой плакат кого не устраивает, скажите, вот этот нас не устраивает, уберите, сразу говорите Как? Я потому что... Как? Устраивает? Я у вас спрашиваю, устраивает? Устраивает, устраивает, да? И это, чтобы прекратить, мы вот за это оставим произволом, требуем встречи с президентом И это не просто голые слова, я сегодняшнего дня объявлю бессрочную голодовку, иншаллах Я не знаю, насколько мне позволит здоровье, пока президент Российской Федерации не примет и не выслушает нас У нас сегодня другого пути нет, нам не на кого жаловаться Мы объявляем о начале массовой голодовки протеста против произвола крымских властей и требуем встречи наших делегатов с президентом России Мы обращаемся ко всем крымским татарам и крымчанам всех национальностей Братья и сестры, соотечественники Нынешняя крымская власть уже предала Россию и ее президента Превратив Крым в самый коррумпированный, бесхозяйственный и неуправляемый регион страны Нынешняя крымская власть уже предала нас, жителей Крыма Забыв о своих гарантиях и обещаниях, что ни один крымчанин не пострадает при переходе Крыма в состав России Нынешняя крымская власть предала Крым Варварски застраивая прибрежную зону, заповедника и парки Срывая для своих коммерческих целей горы, вырубая реликтовые леса и деревья Встреча наших делегатов с президентом России Первый шаг к спасению Крыма от временщиков, уничтожающих Крым ради своей наживы Сегодня они идут разрушать наши дома и мечеть Завтра они придут разрушать ваши дома и ваши храмы Это случится, если мы, крымчане, не объединимся И все вместе не остановим беспредел обезумевших от жадности и безнакадности нынешних крымских властей Мы призываем крымчан и россиян всех национальностей Присоединиться к нашей голодовке или заявить о поддержке нашей голодовки Опубликовав данную резолюцию в своих СМИ Первые три дня я предлагаю объяснить голодовку всем, кто здесь присутствует Это даст подтверждение вот этому нашему заявлению Я, Фазел Ага и кто еще присоединится Будем ждать до тех пор, пока сможем ее держать Либо до встречи с президентом Либо до тех пор, пока эта голодовка не будет искусственно прервана врачами Для того, чтобы избежать опасности для жизни Фазел Ага на это готов, я на это готов Кто сможет к нам присоединиться, пожалуйста присоединяйтесь Для чего это нужно? Голодовка это самое сильное оружие на сегодняшний день Которое мы можем применять, не опасаясь преследования со стороны властей Если нас не примет президент, это тоже ответ Значит, мы будем знать, что президент на чьей стороне И что делается, сведомо или несведомо президента Есть кто против? Нету Чоксалон Теперь, короче говоря, у нас у Татар так принято Показать, что вот здесь нам больше не надо Нам дайте вот здесь 750 участков Мы с Нальсистаном сказали, дайте вот эту землю под учителей Мы лечим вас вопросом Далее На сегодняшний день мы, собственно, что с вами здесь стоим? Все мы жители Крыма, правильно? Все мы крымчане на сегодняшний день Будь то татарин, будь то казак, русский украинец Ну и не против, тем более украинского народа Как бы это сейчас поворачивает нас против украинцев Народ тут ни при чем, абсолютно Вот, что я хочу сказать На сегодняшний день у нас получается такая ситуация В данный момент в Крыму Что мы являемся неполноправными гражданами Российской Федерации А мы являемся такое впечатление, как будто мы колония Наши права сейчас нарушаются Автоматически нарушаются Местными властями Вчера Сергей Владимирович должен был провести митинг Митинг должен называться Митинг называться должен был Путин наш президент Мы все за царя батюшку, за президента, за нашего Он помазанник Божий Мы за него здесь стоим, мы били здесь за него в 2014 году На сегодняшний день местные власти просто нас ущемляют Не только крымско-татарский народ Все народности Крыма ущемляются на сегодняшний день Но только крымско-татарский народ Мы tons фаболиз Surfshim